приветствую всех зрителей на своем втором канале сегодня у нас на обзоре наверное самые популярные самые ходовые я бы сказал даже мега популярные диоды 1n 4007 многие с ними работают многие встречали применяются везде где можно это 1 амперные кремниевые выпрямительные диоды с обратным напряжением 1000 вольт это пожалуй их основные характеристики больше о них в принципе знать не нужно честно сказать я использую именно такие диоды достаточно редко потому что покупаем на алиэкспресс правило вот такие это тоже 1 амперные диоды очень похожие даже по маркировке и по размерам только имеют индекс uf то есть это диоды uf 4007 это 1n 4007 разница заключается в том что это у нас ультра быстрые диоды их можно использовать высокочастотных схемах более предпочтительный вариант в обычных конечно же низкочастотных схемах тоже можно использовать поэтому брать 1n 4007 для меня лично не имеет никакого смысла потому что я в большей мере работаю как бы с импульсной техникой и вот такие диоды наиболее универсальный вариант покупая вот такие 1n 4007 я думаю в любом месте вы независимо то есть где покупаете не нарветесь на подделку потому что это как бы не диоды высокой мощности в них ничего особенного это самые обычные маломощные диоды с током всего лишь 1 ампер и компания которые думаю будет их подделывать не будет уважать себя потому что ну подделывать такие диоды которые стоят сущие копейки это я думаю не целесообразно поэтому брать вот именно такие диоды большими партиями можете спокойно на том же алиэкспресс с 99 процентной вероятностью вы не нарветесь на подделку почему на алиэкспресс потому что опять же в местных магазинах у перекупщиков они не то чтобы дорогие но по крайней мере на алиэкспресс раза в 10-20-30 дешевле то есть партия из 100 штук там меньше доллара практически та же стоимость у аналогов то есть ультра быстрых диодов у f4007 у меня их достаточно много я покупаю там по 100 200 штук и тогда брал по первую партию из 100 штук думал что беру пожизненный запас но оказывается что через пару месяцев эта партия полностью заканчивается и сейчас беру как бы побольше сегодня ребята мы с вами проверим на всякий случай эти диоды и во первых мы проверим самые важные характеристики это допустимый максимальный ток за полупериод под этаж это должен быть в районе одного ампера проверим при этом тепловыделение на максимальном токе дальше мы проверим напряжение у меня к сожалению них обратная 1000 вольт у меня нет возможности максимум что мы можем дать это где-то 300 вольт но думаю этого вполне хватит как бы в самоделках у нас напряжение думаю не больше 300 вот получается в любых самоделках даже после выпрямления там сетевой синусоиды и сглаживания конденсатором там амплитудная получается где-то 310 320 вольт если они поддержат 300 вольт значит будем считать что они оригинальные так что давайте сперва мы посмотрим что покажет наш я вот случайно вот давайте сниму еще один проверим их на транзистор тестере посмотрим как не будет они будут определяться втыкаем диодик так все нормально падение чуть чуть побольше емкость переходная 4 пика фарада в принципе нормально давайте на всякий случай проверим с использованием мультиметра у нас бы более точно будет отображаться падение так режим диода цепляемся 57 в принципе это очень даже нормально для таких диодов сейчас я пожалуй возьму регулируемый источник переменного напряжения и мы пропустим через эти диоды заявленный ток в 1 ампер и посмотрим что с ними будет итак сейчас мы проверим максимальный ток то есть пропустим через диод ток в 1 ампер и посмотрим сколько он будет греться мы будем проверять по постоянке именно то есть ток выпрямленный диодом включаем источник переменного тока с возможностью регулировки в качестве нагрузки у нас нихромовый нагревательный элемент последовательно подключаем через темпер метр вот таким вот образом так тут все правильно все правильно на данный момент ток у нас протекает порядка по постоянке у нас но тут плохой контакт поэтому значение будет отклоняться постараемся как-то вот так вот увеличиваем напряжение с нашего источника питания до тех пор пока ток цепи не будет около 1 ампера напомню это по постоянке вот ток у нас составляет 1 ампер это максимум для такого диода сейчас мы включаем тепловизор но также нужно учитывать что вот эта проволока нехромовая будет нагреваться и собственно нагревать диод так температура на диоде 110 градусов это довольно внушительная температура 113 где-то градусов сейчас я подожду наверное минут пять уже 120 градусов подожду минут 5 и посмотрим что случится с нашим диодом за это время прошло где-то пять минут давайте посмотрим что у нас происходит на диоде ток по-прежнему 1 ампер это радует что ток не падает ребята скажу вам так температура на диоде даже меньше то есть 106 градусов то есть такая температура ну конечно же достаточно большая но диод может работать при в таком режиме скажем так долговременно и опять же нужно учитывать что сейчас я покажу до какой температуры нагревается проволока так смотрим здесь нужно учитывать что проволока нагревается до 100 градусов поэтому влияет и именно до горячая влияет и температура на на нихромовой проволочке так что наш диод справляется я почти уверен что найдутся люди которые скажут ты нам покажи что делать действительно работает он действительно выпрямляет поэтому показываю осциллограф так значит диод подключен ну не совсем корректно конечно же без нагрузки все это дело снимается осциллограмма но все же думаю будет понятно значит на вход то есть до диода у нас вот такой сигнал то есть полная сетевая синусоида и вот на выходе после диода уже мы получаем пульсирующее напряжение то есть только верхний полу период нижний уже убирает диод то есть получаем как бы отчасти по стоянку то есть у нас идет прекрасно работает давайте перевернем диод в этом случае мы получим только нижнюю полу волну вот она диод работает все нормально идем дальше и так в качестве демонстрационного источника высокого напряжения у нас сетевой трансформатор на 24 вольта мы его подключим наоборот то есть на низковольтную обмотку подойдем переменное напряжение сетевой уже будем снимать вторичное трансформатор у нас подключен к регулируемому источнику переменного напряжения так запускаем источник так увеличиваем напряжение вот практически сетевое напряжение и увеличиваем ну как бы максимально возможного значения для трансформатора это будет своего рода форс-мажорная ситуация вот 280 вольт я выключаю источник для трансформатора это будет форс-мажорная ситуация но мы замер сделаем то есть тест сделаем как к временным поэтому думаю что он справится так 280 вольт я выключил источник чтобы трансик не перегревался берем наш диод выпрямительный берем небольшую нагрузочку ну можно и более мощную например такую но в принципе нам важно сейчас проверить напряжение так то есть будет ли работать он как бы в относительно высоковольтных цепях не очень удобно я сейчас буду делать замер напряжения и переменного и постоянной составляющей так значит подключился так запускаем блок напряжение чуть чуть поменьше сделаю а точнее 200 но 280 принципе вольт у нас получается вот так мы подключаемся и цепляю мультиметр он сейчас нам покажет что у нас после диода но практически половину напряжения на самом деле лампочка слегка можно сказать мерцает так после диода половина и по постоянке у нас получается в принципе чуть чуть поменьше идет полностью функционирует за это время абсолютно не нагрелся протекать будет ну давайте сделаем замер тока ну по переменке 0 на 45-50 миллиампер нагрузочка маломощная давайте возьмем более мощную нагрузку кстати на обмотку трансформатора если если что сейчас порядка только поступает вот сюда на первичном поступает порядка 5 ампер то есть он в нештатном режиме работает так 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 подключаем более мощную нагрузку я надеюсь что диод выдержит до диод выдержал 0 1 ампер это по переменке и по постоянке не сильно в принципе отличается напомню это у нас ток протекающий в цепи вот я не знаю на глаз видны вот эти мерцания но на камеру скорее всего нет идет можно сказать вообще не нагревается при таком токе там до 40 градусов максимум при токе 0 1 ампер это для него в принципе нормально я повторюсь что как правило беру диоды ультра быстро и даже они как правило оригинальные то есть без проблем работают на заявленных как бы частотах в этом же случае все даже лучше то есть нарваться на подделку практически невозможно берите смело у любого продавца мне на этом ребята остается прощаться не забываем подписаться на мой инстаграм на нашей группы на этом все до новых встреч пока